Ужасная, сложная книжка. Я буду эспреско. Сейчас. Мы поговорим про жесть, увольнение, отсев и наказание. Сегодня мы рассмотрим сразу три книги. Сегодня мы поговорим о человеке, которого зовут Джек. Это Джек Уэлч. Про Джека Уэлча говорят, что он являлся самым лучшим менеджером 20 века. Самым эффективным, поскольку очень многие годы возглавлял компанию General Electric. Но про него также говорят, что он был самым жестоким и самым жестким менеджером 20 века. На вопрос, о чем вы жалеете, Джек Уэлч отвечал обычно одно и то же. Я жалею, что был недостаточно жестким. Первая книга, которую я прочитал, это была его биография, которая называется «Нехитрая просто Джек». Есть книга «Победитель», в которой он кратко отвечает на ключевые вопросы, связанные с менеджментом и бизнесом. Не хочу спойлерить. Нужно прочитать хотя бы какую-то из книг, которые связаны с Джеком. Он дает очень пошаговые инструкции по поводу того, как они проводят собеседование, как они увольняют людей. В основе его модели управления лежит принцип сегментации. И он говорит о том, что вам нужно всегда всех своих сотрудников хотя бы один раз в год делить на три категории. 20% самых лучших, 10% самых худших и смотреть на то, что остается в середине. Вы обязаны раз в год выделить 20 лучших и их гарантированно обязательно наградить повышением зарплаты, отправкой в какое-то, путешествие, премией, еще чем-то. Не важно. А 10% худших обязательно уволить. Вот эта система, которую пропагандирует Джек, она как раз руководителю никогда не давала возможности расслабиться. Он говорит, сколько у вас в отделе работает человек? 15? Пожалуйста, наградите троих, увольте полтора человека. Говорит обычно, в первый год проблем нет, второй год проблем нет. А вот на третий год, когда все слабые уже уволены, то нужно делать выбор. Но он принуждал к этому выбору, он заставлял это делать. Это может показаться очень жестоким, но на самом деле очень справедливым. Потому что то, о чем он говорит, когда вы в компании, в команде держите слабых игроков, тем самым вы подставляете сильных игроков. Это бизнес, ребята. Если вы будете сюсюкать, я не думаю, что что-то у вас получится. Я не хочу, чтобы вас уволили, я не хочу, чтобы вы увольняли, но вам придется это делать. Если вы становитесь руководителем, вы должны быть готовы увольнять. Если вы становитесь президентом страны, вы должны быть готовы отправлять на смерть. Поскольку я не готов отправлять на смерть, я готов увольнять. Добро пожаловать в компанию Федерев. Резюме принимается по адресу hr.sobaka.federev.com.